Всем привет! Вы смотрите мультобзор! Самые горячие новости из мира анимации в сегодняшнем выпуске. Лучшие голоса тайги. О чем поют животные Дальнего Востока. Новый музыкальный сериал от создателей Лео и Тига. Хоп, печали позабыты. Хоп, танцуешь с нами ты. Пять лет любимым героям. Малышарики отмечают юбилей. С днем рождения! С днем рождения! И на радость всем расти! Только сейчас, только у нас! Только в мультобзоре смотреть всем! С днем рождения! Ура! Ура! А знаете, кого мы поздравляем? Мы поздравляем Нюшеньку, Крошика, Барашика, Южика и Пандочку. Малышарикам пять лет! Все подробности в моем сюжете! Интересный факт. Малышарики появились гораздо раньше, чем вышел сериал. Тогда его герои жили на страницах журнала. Я даже привезла его. А, покажите, пожалуйста. Он уже не выходит, но это было очень здорово. То есть у нас здесь были малыши-смешарики. Вот маленький пин. Крошек-волшебник, Нюшенька-принцесса, а я дракон. Еще один интересный факт. Все предметы в сериале настоящие. Художники выстраивают декорации на улице и в павильоне, помещают в них кукольных персонажей и снимают на видеокамеру. Жила-была Нюшенька. Смотри, Пупсик, интересная сказка. Нюшенька любила гулять. Видишь, Пупсик, это я. Каждый раз, когда сценаристы передают сценарий режиссеру, он рисует раскадровку, как у меня вот здесь на столе. Приходит съемочная группа и снимает по конкретному заданию от режиссера кусочки видео, после которого художники забирают это видео, перерабатывают его в специальной программе и вписывают уже туда персонажей, которых мы с вами видим на экране. Вот так кукол заменяют на анимированных героев. Авторы сериала сами придумали эту сложную технологию. Так как наш мультик разрабатывается вместе с психологами и методистами, мы рассматривали создание мультфильма с точки зрения не навредить детской нервной системе. То есть, чтобы не было быстрых переходов кадра, очень ярких цветов. И таким образом мы пришли именно к съемкам, чтобы дети видели реальный мир и только персонажи были анимированы. Здравствуйте! Мы цирковые артисты! Малышарики – это не просто маленькие смешарики. Это игрушки, живущие в детской комнате. Хозяина комнаты зрители не знают, зато слышат голоса его мамы и папы. Здравствуй, барашек! Здравствуйте! Что это ты делаешь? Книжку! Сказку про меня! Маму озвучивает Анна Геллер, а папу – Константин Хабенский. Давай я тебе почитаю, барашек. Ну, давайте! Жили-были старик со стороны. Он такая идеальная модель папы для родителей. Ведь наш мультик не только для детей, но и родителям мы хотим помочь. И мы показываем через нашу маму Анну Геллер и папу Константина Хабенского, как можно разговаривать с детьми и реагировать на те или иные ситуации. По-моему, кое-кто Нюшеньку обидел. И теперь хорошо бы ему извиниться. А детей малышарики учат справляться с трудностями, дружить и познавать мир. Привет, пандочка! Можно к тебе в гости? Мы будем вести себя хорошо. Правда? Обещаем! Тогда загоните! Обучение проходит через игры и песни. Песенки сделаны для того, чтобы лучше закрепить знания, которые мы пытаемся передать. У слона есть сильный хобот, а у птицы два крыла, а у рыбы есть плавник и жабры, чтобы по морю плыла. За пять лет малышарики очень выросли. Они многое узнали сами и многому научили своих зрителей. Их песни стали настоящими хитами, а герои звездами. С Новым Рождением! Хорошие новости для поклонников Лео и Тига. Вас ждет спин-офф! Дополнительный сериал с любимыми героями. Лео и Тиг. Волшебные песни. Каждая серия маленький клип о природе, дружбе и мечтах. Все подробности в сюжете у Карпуша. В сериале Лео и Тиг всегда было много красивой музыки, а теперь родился отдельный музыкальный проект. Он называется «Лео и Тиг. Волшебные песни». 26 коротких серий по три минуты и в каждой новая песня. Я смотрю на звезды, я так люблю мечтать. А о чем поют герои сериала? Ой, Карпуша, поют они о том, что любят, то, что видят вокруг, о своих чувствах, о праздниках, о радостях, об огорчениях, о дружбе, обо всем, чем они живут. Про каких-то конкретных зверей веселые песенки или про такие тонкие переживания наших героев, как, например, грусть от серого дождливого дня или там радость яркому цветку. Хранитель загадок, секретов чудес, от земли до небес. Мы узнаем чуть больше о Лео и Тиге и их друзьях. Например, как они отмечают праздники и чем занимаются свободное от приключений время. Устроим танцевальный баттл! Ха! Маша, скажите, а где и когда будут происходить события нового сериала? Они будут происходить где и раньше, в тайге. Но здесь мы их покажем наших зверюшек немножечко с другой стороны. Так, кубочка, повтори за мной. Раз, два, пятачок выше. Молодец! Кстати, Мария главный сценарист и автор текстов для песен нового сериала. А как вы ищете вдохновение? Оно везде-везде вокруг нас. В каких-то эмоциях, в чувствах, в образах. Сначала я пишу текст песни, стихотворения, потом отправляю композиторам. Иногда они читают, их тоже сразу охватывает вдохновение, они присылают какую-то уже мелодику, ритм, и уже исполненную эту песню. Волшебные песни понравятся и детям, и взрослым. Так что смотреть их рекомендуем всей семьёй. Спасибо, Маша. Мне было очень интересно. Спасибо, Каркуша, тебе. Приходи к нам в гости почаще. Обязательно приду. Маша, давай скорее посмотрим новый сериал. Хорошо, только сначала попрощаемся с ребятами. До новых встреч. Не пропускайте мультообзор, если любите мультики так же, как и мы. Увидимся в следующую пятницу. Пока-пока. Не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,